Давай немного поговорим о потреблении жиров с пищей. Так что в целом я знаю, что при более низком потреблении жиров определенно не следует употреблять масло, но есть ли у тебя какие-нибудь продукты? Ты бы поставил какую-нибудь цифру на диету, потребление жиров является оптимальным для гормонального здоровья, а может быть в процентном соотношении калорий или граммов в день. Вы даете какие-нибудь рекомендации такого рода? Если да, то есть ли у вас какие-нибудь рекомендации? Все это носит предварительный характер, потому что мы всегда руководствуемся тем, что показывают наши исследования. Но прямо сейчас я бы рекомендовал человеку стремиться к тому, чтобы примерно 10% потребляемых им калорий поступали из жира. А теперь, по правде говоря, тебе не нужно так уж много калорий. Тебе нужно может быть 3-4-5% потребляемых калорий получать за счет незаменимых жирных кислот. Но если сократить их количество до 10, то ты окажешься на довольно редкой территории по сравнению с американской диетой. А чтобы добиться этого, самое простое, избегать продуктов животного происхождения и сводить количество добавляемых масел к минимуму. А кроме того, здесь есть только орехи, семечки и авокадо, и на этом все. И если ты будешь сознательно относиться к этим вещам, у тебя все получится. И я действительно должен сказать, что не думаю, что орехи это яд. Но когда мы имеем дело с гормональными проблемами, моя цель обычно состоит в том, чтобы вылечить человека в первую очередь. И именно поэтому я собираюсь быть с ним немного строже, чем мог бы быть с кем-то другим. И поэтому, если ты избегал всех орехов, орехового масла и масел, и ты чувствуешь себя потрясающе. И ты хочешь посмотреть, как у тебя получится вернуть немного миндаля и грецких орехов, включите это в свой рацион питания. Давай, давай, посмотрим, как у тебя получится. Многие люди, похоже, пропагандируют более высокое потребление жиров, чем это требуется специально для поддержания гормонального здоровья. Но, как ты только что сказал, в этом нет необходимости. Что бы ты сказал человеку, который питается растительной пищей и потребляет более высокое потребление жиров из цельных пищевых источников, таких как орехи и авокадо. И они прекрасно себя чувствуют. Как ты думаешь, есть ли какие-либо негативные последствия от употребления диеты с высоким содержанием жиров, скажем, в диапазоне от 20 до 30 процентов? Если человек поступает именно так и чувствует себя прекрасно, мне трудно с ним спорить, должен тебе сказать. Мой хороший друг Колдуэлли Селстон мог бы сказать, что на самом деле у него ничего не видно в артериях. Вполне возможно, что если они добавляют масло, то это наносит такой вред их артериям, что они не будут осознавать этого еще 20 лет. Я не думаю, что он ошибается. Но с другой стороны, растительные масла, которые мы потребляем, намного полезнее животных жиров, за парой исключений. Кокосовое масло широко продается на рынке, как и пальмовое масло. В нем содержится большое количество насыщенных жиров. Они повышают уровень холестерина в крови. Мне все равно, сколько людей продают их на рынке. В этом-то и заключается проблема. И проблема в том, что это становится большой модой. Теперь, когда ты заходишь в магазин здорового питания, ты больше не видишь соевого молока. Ты должен оглядеться по сторонам, где же оно находится. Но зато ты повсюду видишь кокосовое молоко. Логика не играет большой роли в человеческом поведении в целом. Но, к сожалению, уж точно не в том, какие продукты доступны в продаже. Да, это довольно смелое утверждение, и, к сожалению, оно соответствует действительности.